И попадание на чемпионат Европы, ну 21, при наличии действующего МВП в Евролиге, одной из лучших, я не знаю, 50-50. Там есть нюансы. Просто нюанс в том, у меня вопрос, господин Радулович, когда вы его назначали в сборную, вы ему давали санкцию на перестройку состава, на такую перестройку? Я ему дал полный карт-бланш, но я виноват в том, что я не проконтролировал. Мы нашли кусочек плохого. Это плохое. Я сейчас тебе расскажу. В этот раз я вмешался очень четко, я со многими игроками вел переговоры, договаривался. Плюс изменения произошли за последний год. Появление Прометея, оно сильно нам помогло. Дубровину вернули в строй. Без нее команды бы не было. Ягупова без тубровины. Чем ты говоришь? Малошенко вернулась в строй. Юркевичу с Прометеевичу вернули с Италии. Но она бы должна была ехать в Киевбаскет. Ну ладно, поехала туда. Все это произошло. Молодежка наша вся подросла. Филевич в 3 на 3 просто стала, я считаю, что в лучшую тройку игроков Украины попала за счет 3 на 3. Но все равно. Вы же не будете спорить с тем, что непопадание женской сборной для 3 на 3, это не глобально, но такая локальная катастрофа для вида спорта в целом. 3 на 3. Давай поговорим про 3 на 3. Пока про 5 на 5. Потому что, ну опять же... Непопадания катастрофы не было. Объясню почему. А как тогда вид спорта продвигается? Смотри, мы продвигаем. Мы усилили чемпионат. Мы подтянули игроков. Мы сделали паузу, скажем так. Это была... Шаг назад, чтобы сделать два шага вперед? Да. Это была пауза. Пауза. Мы не привлекли целую группу старых игроков. Ну там у них конфликты были. Молодец. В первую очередь из-за конфликтов. Вот конфликты убрали. И удалось построить совершенно новую среду. Ну хочется плакать, как эти девочки сражаются. Как они друг друга поддерживают. И не хочется попадать на чемпионат Европы. Все сделал, чтобы попали, сколько там лет назад, попали на чемпионат. 4 на 3. Потом в брах проиграли Словакии. 4 на 3. Да. Ты помнишь этот ужас? Это кошмар это. Я был на 3. И не хочется такого. Понимаешь? Вот больше не хочется. Хочется попасть на чемпионат Европы и занять то место, которое нам по праву принадлежит. В таком случае вопрос. Вы можете гарантировать? Понятно, что два года еще до чемпионата. Что Алина не останется без помощи. Потому что мы видели просто... Вы же следите за... Я у Алины Ягуповой... Нет, я не об этом хочу сказать. Вы же видели пример сборной Боснии на летнем чемпионате Европы? Одна американка... Да, очень сильная. Но она не стоит миллиард долларов ее привлечь. Одна американка вылечивает в топ 5. Я лично задал вопрос президенту Украины. Поможет ли он нам с натурализацией игрока в женскую сборную и в мужскую? Продолжение следует...